Здравствуйте, в эфире тема дня. Гости программы Екатерина Бродская, волонтер проекта Кошачье Царство, и Юлия Игнатенко, волонтер инициативной группы помощи животным кот и пес. Здравствуйте. Добрый день. В этом году в Одессе волонтеры решили необычно отпраздновать День защиты животных и более того еще пригласить одесситов приобщиться к этому мероприятию. Катя, что будет проходить? 4 октября откроется выставка «Открытое сердце», посвященная подопечным, волонтерским подопечным, волонтерской работе, волонтерским группам, просто волонтерам и нашей деятельности. Мы хотим показать наших подопечных таких, какими они становятся, когда уже пройдя через наши руки, скажем так, какие они становятся красивые, здоровые и шикарные животные. Юль, а какова главная цель? Кроме того, что сказала Катя, на поверхности понятно, показать, как работают волонтеры. Что еще вы хотите от мероприятия получить? Вы знаете, на мой взгляд, герои этого мероприятия — это и животные, и люди. Животные — это наши фотомодели, котомодели, собакомодели. Это те, кому спасли жизнь, их забрали с улиц или спасли от жестокого обращения, зачастую их спасли от верной смерти. То есть судьбы этих животных, такими, какие они были в начале, мы не показываем эти фотографии, в каком состоянии эти животные к нам попали. Нет, не нужно. Мы покажем, что творит любовь, что творит добро, какими могут стать животные, когда их любят. Ну и вторые герои нашей выставки — это, безусловно, люди, которые своими руками творят добро и творят эти чудеса. Это волонтеры, и я очень рада, что на этой выставке нам удалось собрать практически 11 волонтерских групп, приютов. То есть будут представлены не только ваши две волонтерские организации? Безусловно, безусловно. Мы в данном случае выступаем в качестве одних из организаторов данного мероприятия, такого масштабного. Но участие примут очень многие волонтеры города, и мы рады, что эти люди смогут показать свою работу за многие-многие годы. Катя, какие будут, собственно, в экспозиции фотографии? Разные, высокохудожественные. Вот кошки, собаки в новых домах, пиарные, то, что мы называем пиарные фотографии. Вообще, почему, это же не первая выставка, которую мы проводим, сейчас вот продолжает работу выставка «Женщина-кошка» в библиотеке имени Багрицкого. Как мы о ней рассказывали. Но тогда у вас была специальная фотосессия, вы привезли модели. Я так понимаю, что сейчас немножечко такой подход другой. Подход немножко другой. Вот художественная фотография – это наш жанр, волонтерский, близкий нам, поэтому мы проводим периодические фото-выставки. Животные пристраиваются, в общем-то, благодаря фотографиям, на которых должна быть видна даже не только красота, как таковая. Красота – дело такое относительное, дело вкуса, да? Эти фотографии должны быть выразительные. Вот благодаря нашим замечательным фотографам, волонтерам, у них получаются прекрасные выразительные снимки, на которых видно характер душа животного. Вот я еще бы хотела уточнить, потому что есть фотография, есть текст к фотографии, ну потому что в социальных сетях это тоже очень важный момент. И тексты у многих волонтеров бывают просто замечательные. Кто их пишет? Сами волонтеры. Сами пишем, конечно. Сами волонтеры. У нас нет копирайтеров, у нас все, что написано, написано нами лично, и все это проходит через сердце. Вот, поскольку есть такие, уже у каждого волонтера есть готовые какое-то портфолио, да, фотографии своих питомцев, ну мы называем это пиарные фотографии для пристройства, ну грех не показать их людям, почему? Красивые, хорошие снимки, красивых, замечательных животных. Давайте тогда уточним, мы так и не сказали, где будет проходить выставка. Выставка будет проходить на Канатной 27, это общественный ресторан 4City. Мы очень благодарны платформе «Мой город» и проекту «Гладпэт». Именно они помогли нам организовать помещение, вот выставку в данном помещении. И упомянули платформу, очень бы хотелось, Катя, спросить у вас о судьбе проекта, который мог бы стать муниципальным проектом, но я так понимаю не стал, а признание кошек частью городской среды. Да, была петиция, мы тоже говорили об этом в прошлый раз, была петиция подана, но это не та платформа, это было на платформе... Активный социальный гражданин. Да, социальный активный гражданин. Петиция, к сожалению, как и предполагалось, поскольку ей не особо занимались инициаторы, она не набрала нужного количества голосов, но сейчас есть новый документ, это уже не петиция, которая там выставляется на общественное обсуждение. Вот, это обращение подписано тремя общественными организациями, Общество защиты животных, инициативная группа Кот и Пес и общественная организация Кошкин дом. Это обращение к руководству городской депутатской комиссии Горсовета по экологии, о том, чтобы подготовить совместными усилиями решение Горсовета на ту же тему, признать кошек частью экосистемы города. Решение такое, в общем, разрабатывается, готовится, мы очень надеемся. Ну, наверное, в ближайшие... То есть диалог уже есть с чиновниками? Да, да. Стоит ожидать, что, в общем-то, может быть, он разрешится. Мы надеемся. По Украине какие города, собственно, включили кошек в экосистему? Киев. И Львов, по-моему. По поводу Львова не скажу сейчас точно, но Киев, да. Киев стартанул первый, и мы, собственно говоря, пошли по пути киевлян. Ну, а вот в целом по Украине ваша выставка и, собственно, наша сегодняшняя встреча, это вообще повод поговорить о проблеме бездомных животных. По Украине Одесса занимает примерно какое место? Есть какие-то подсчеты, сколько бездомных животных в городе? Официальные, неофициальные? Домных подсчетов, конечно, нету, и тяжело их посчитать, скажем прямо, но легко прикинуть. Есть данные за 15-й год о том, что в Одессе есть 43 тысячи жилых домов. Поскольку у нас, как известно, очень большой частный сектор, большой, по-моему, самый большой в Украине считается, то 35 тысяч из этих домов частные. То есть есть 8 тысяч многоквартирных домов. Ну, любой человек, живущий в Одессе, знает, что в каждом дворе каждого многоквартирного дома хотя бы 5 дворовых животных есть обязательно. Это самый-самый минимум, это не средняя цифра, это минимум, правда же? То есть, если 8 тысяч умножить на эти 5, то 40 тысяч уже наберется только во дворах многоквартирных домов. Плюс этот огромный частный сектор, плюс всякие общественные места, парки, скверы, склоны, плюс закрытые территории, там гаражные кооперативы, рынки, стройки, предприятия, учебные заведения. Везде на этих территориях всегда есть животные, на некоторых много. И во дворах, я еще раз повторю, 5 это минимум-минимум. Я недавно, например, читала пост человека, который писал, что у нее во дворе было 33 кошки. И это тоже не предел. Поэтому 50 тысяч однозначно как минимум бездомных животных есть. То есть, есть ради кого вот этим заниматься, есть кого признавать этой частью экосистемы, и это большая часть этой экосистемы. Значительно. Если говорить об включении в экосистему, мы в прошлый раз уже так, ну, по верхам обсудили, да, что предполагает этот проект. Вы не были тогда, собственно, авторами. Сейчас вы уже ближе, собственно, к самому документу. При включении животных в экосистему города, каким образом люди будут обязаны их защищать? Ну, или, по крайней мере, не тиранить? Есть несколько моментов, которые, я думаю, пойдут на пользу кошкам в городе, когда их признают частью экосистемы. Сейчас большой проблемой является то, что закрываются чердаки, закрываются подвалы. Кошка, к сожалению, не выживает при минусовой температуре, при низких температурах. Очень быстро замерзают, болеют и так далее. То есть вот такая возможность не закупоривать хотя бы доступ им к теплу, к тем же подвалам, даст им шанс на выживание в наши зимы. Потому что мы знаем, что бывают недели, там, в январе, феврале, когда температура падает до 20 градусов минус, и многие животные просто замерзают. Это для них шанс на спасение. Потому что сейчас к нам обращаются многие опекуны, особенно пожилые опекуны, которые кормят кошек в районе Черемушек, Таирова, борются постоянно с жеками, потому что закрывается доступ в подвал, забивается намертво, и часто там погибают даже те животные, которые там остались, они просто не имеют выхода наружу, не имеют доступа к воде и к еде. Ну вот если можно к жекам достучаться через проект, то как можно достучаться к деситам, к обычным людям? Какой-то многолетней просветительской работой. То есть, конечно, никакой документ, никакого рядового живодера, скажем так, не остановит. Вот человека, который когда-то избил совсем крошечным котенком принцессу, так что она вот лишилась хвоста и глаза, конечно, никаким документом не остановить. Документ направлен в первую очередь на то, чтобы помешать, 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 мешать жить кошкам, вот жекам, председателям ОСМД, есть очень такие ретивые, председателям кооперативов, вот коммунальщикам в первую очередь. Кать, ну если мы упомянули принцессу, новая героиня у нас, до этого вы приходили к нам с другой подопечностью, расскажите ее историю. Ну вот, собственно, это вся ее история, когда она была совсем крошечной, где-то во дворе на поселке Котовского, какое-то двуногое существо ее избило, избило так, что вот она осталась без глаза, без хвоста. Там люди неравнодушные, живущие в этом дворе, собрали там по двору денежку, отнесли котенка в клинику, прооперировали, но, ну не знаю, может быть денег не хватило, может быть просто опыта не хватило ее, со швами еще на глазики выпустили обратно в подвал, конечно, это неправильно, операция бессмысленна тогда, и они написали об этом в социальных сетях, и поскольку мысль о котенке со швами, находящемся в подвале, как-то меня беспокоила, забрала, ну вот она уже полтора года. То есть вы забрали ее совсем маленькая еще? Да, она была крошечная. А фотографии принцессы также будут в экспозиции? Нет, принцессы не будет, она плохая фотомодель, и не хочет красиво фотографироваться. Будет вот малявка, и будут еще животные. Малявка будет и в той выставке, которая еще идет, и вы, кстати, можете тоже продолжать приглашать одесситов. До какого примерно числа еще можно пустить эту выставку? Ну, в ближайшие, наверное, пару недель она еще будет, библиотека Багритского, Преображенская, 35А. Малявку увидите, других тоже, и тогда и волонтеров, мы тоже говорили о том, что женщины-кошки, это, собственно, женщины-волонтеры, кошатницы так называемые. Ну и возвращаясь к серьезным вопросам, как вы лично, как волонтеры, как люди, которые в этом уже много лет, видите разрешение ситуации? Ну, разрешить ее окончательно невозможно, бездомные животные будут всегда, к сожалению, такова человеческая природа. Как? Что делать? Здесь есть несколько путей. Говорить о том, что есть только один путь, конечно, это неправильно. То есть должен быть целый комплекс мер. Если мы говорим о любой проблеме, то она не решается наскоком. Она не может быть решена сию секунду только потому, что мы этого хотим. Общество должно к этому идти и идти с самых разных сторон. Конечно, основным путем решения проблемы бездомных животных является стерилизация. Причем не только уличных животных, но обязательно владельческих, домашних. Потому что откуда у нас пополняется вот так вот армия бездомных животных? Хозяева вяжут своих собак, кошек, потомство не пристраивается. Девать его некуда в таких количествах. Часть людей выносит его на староконный рынок. И эти малыши попадают в руки перекупщиков. Это кровавый бизнес. Люди берут, стоящие на староконном рынке, часто берут этих малявок за деньги. В такой скучности, в таком количестве они заболевают, часто гибнут. И фактически они обречены. Или их выбрасывают просто в парках, в скверах, на кладбищах и так далее. Второй путь просто выставляют на улице коробки, под подъездами коробки с котятами, с щенками. Таким образом, эта армия бездомных животных, она постоянно пополняется. То, что делают волонтеры, когда они забирают животных с улицы, это, безусловно, огромный плюс. Они спасают часть животных. Но фактически, если мы не будем массово стерилизовать кошек и собак, мы будем по-прежнему черпать все вот эти океаны столовой ложкой. Потому что пока мы спасаем десяток и сотни, тысячи продолжают гибнуть на улице. Сейчас говорят часто о том, что вот давайте мы построим приют. Приют при таком количестве бездомных животных не вместит всех, кто есть на улице, безусловно. Да, но при цифре, названной, в 50 тысяч, даже не представляется, какой дождь будет приют. Да, мы понимаем, что все приюты захлебнутся в этом, просто захлебнутся. Сейчас одним из наиболее таких вот прогрессивных путей, это путь стерилизации, чипирования животных, чтобы можно было их потом идентифицировать, безусловно. И вот то, что сейчас делает в городе у нас немецкий приют на шестом километре, это, в общем-то, вот тот вклад в европейское будущее нашего города. В течение более чем 10 лет они стерилизуют собак, они стерилизуют кошек. Юля, а вот с кем работаете вы, стерилизуя кошек? С немецким приютом? С немецким приютом и с ведущими ветеринарными клиниками города. Они делают нам скидки как волонтерам, принимают животных, помогают всегда. Ну и, собственно говоря, сейчас при поддержке этих клиник мы организуем эту выставку. Вот это один из путей решения проблемы. Ну и, безусловно, изменение сознания общества и людей, отношение их к животному не как к товару, не как к вещи, которая сегодня надоела и завтра может быть выброшена, а как к живой душе, которая требует внимания, заботы и ответственности, за которую мы берем на себя на всю его жизнь. Ну и, собственно, вот этим изменением сознания вы будете пытаться заниматься 4-го числа. Катя, есть хорошая возможность пригласить одесситов, повторить где и когда и что? Приглашаем 4 октября в 19.00 открытие выставки в общественном ресторане «Форс Сити», канатная 27-1, по-моему. Работать выставка будет с 4 по 18 в течение двух недель. Единственный момент, она проводится в залах лектории и каворкинга, там могут быть какие-то мероприятия, лучше позвонить, узнать, можно ли зайти посмотреть. Ну это уже особенности помещения. Вот, приходите. Да, мы с радостью всех ждем. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам, да. А я напомню, в гостях были Екатерина Бродская, волонтер проекта «Кошачье царство», и Юлия Игнатенко, волонтер инициативной группы помощи животным «Кот и пёс». Спасибо. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...